А щас я Wi-Fi включу. Раз. Сегодня весь эфир у меня. А в следующий раз кто-то будет... Уже есть масса претендентов. Кто-то, я думаю, в следующий раз уже будет вместе со мной. Так... Что? Кто главный оратор был в Торе вообще? Мы с вами много уже ждали. В следующий раз у нас... В Торина. Хорошо. А ты когда? Через один. Ты через один, да? Хорошо. Главный, кто такой, оратор был в еврейской истории, про кого? Он много всего рассказал. Соломон. Соломон. По-простому Мойша, да. Поэтому я называл это так. Ты еще. Вот. Это... А, я забыл эту... Я забыл щелку. Ну, ладно, я тут буду щелкать, не страшно. Так, значит... Да. Как уже Игорь заметил, у Мойши была серьезная сначала. Сначала у него была очень серьезная проблема вообще с саратовским. Какая? А у него, по-моему, все же кубы. Он заикался. Да? А потом перестал, кстати, заикаться. Почему он перестал заикаться и после чего? Мойши. 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 А? Я слышал такое. То есть, потом уже написано, что Мойша, он говорил, как бы, четко, красиво и прямо. И одно из объяснений, которые я помню, это, что после... Почему Мойша заикался? Что... Оно такое немножко философское, поставить быстро. Как бы слова, что они делают. Есть некоторые, например, эмоции, впечатления, оно такое, неограниченное. А любое слово оно запаковывает в определенную рамку любой вещи, делает его каким-то ограниченным. Мойши, он был вообще такой немножко в том, как где-то на... в том мире на связи с Богом. И поэтому он не мог нормально те вещи, которые там безграничные, запечатывать, запаковывать... запаковывать слова, потому что их невозможно запаковать. Но потом, после того, как была дана Тора, как случилось дорывание Торы на Гарисинай, в шивот, у него эта способность появилась, потому что, как бы, соединился. Вверх и низ они соединились, и он смог эти высокие вещи объяснять. То есть, поскольку сама Тора, она объяснила то, как работает этот мир. Окей. Мойша. Так, какие у него были проблемы, узнали. А самый известный его такой спич, прямая речь. Мойша, где она и о чем она? Песня письми? Нет. Тоже известный. Да, вот, вот. Вся пятая книга Торы, целиком, это все прямая речь Моше. То есть, четыре книги, бережит, что она обсуждает. От начала, от старения мира до... Ноя. Египта. Нет. До спуска в Египет. Шмот, это от спуска в Египет до... Изра. Исхода. Как бы до... Нет, не до исхода, а там до какого-то промежуточного нахождения в пустыне. Потом Твои крабы и Митбар, они тоже про разные законы в пустыне. Весь Дворим, это, по-моему, одна неделя перед, собственно, входом в... Работает эта трансляция? Да. Это одна неделя перед входом, собственно, в Израиль. Так вот, Моше перед своей смертью, он знал, что он скоро умирает, и он перед смертью там целую неделю рассказывал, как надо жить, в общем, да. Это книга Творим, это самая такая его длинная прямая речь Моше. Что еще с Моше было такого интересного с Саратовским? В принципе, да, любой лидер, который как бы что-то хочет донести, ему нужно уметь это донести, да. То есть, нужно уметь разговаривать, структурировать, что ты рассказываешь. Поэтому мы ораторским занимаемся. Чуть повторение. Зачем оно было нужно? Мы много всего с вами проводили, приводили, да. Я просто это все перенес уже в электронный формат. Зачем нужно ораторским? Ну, это понятно, не весь список, очень много можно чего сказать. Потом, просто, да, то, чем мы уже с вами занимались, это про важность подготовки, помните, да, что ты все делаешь не во время как бы выступления, ты все делаешь когда-то там до этого. то, что повторение и, то есть, повторение решает, кто не повторяет, это как тот, кто сеет и не собирает урожай. Говорили про настрой и то, что у людей 55% примерно их, ну, потока восприятия, оно идет через невербальное, через вербальное идет очень мало. и здесь я хотел еще добавить, что, ну, позже про это тоже скажу, что один из самых, вообще, хороших методов улучшать то, как ты выступаешь, это самого себя записывать. И это пишет очень интересно Рафсим Хакоэн, он такой спец по отношениям вообще, он такой консультант, и он открыл, по-моему, несколько ежев, и он тоже получил докторскую, я так понимаю, по психологии. Так он говорит, что он когда давал по, ну, по ораторскому какие-то, ну, какие-то семинары, так они там записывали друг друга, в общем, в главе, где он пишет про критику, он говорит, что критика, она всегда, то есть, очень сложно сказать критику, чтобы она воспринималась легко и приятно, и человек такой, да, спасибо, что ты мне помог. Почему? Потому что любой хочет чувствовать себя красавчиком, а критика, она делает, показывает тебе, что ты какой-то такой себе. Теперь, когда ты видишь себя, не тебе кто-то рассказывает, что ты сделал не так, ты сам видишь себя на записи, у тебя нет вообще никаких блоков и никакого сопротивления, ты просто сам, прямо, чистый, видишь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Это очень хорошая вещь. И ОФП, ой, еще я думал, ОФП, что туда входило? Нет, ОФП, ОФП оратора. Что входило в ОФП оратора? Кто помнит, давайте, туда 4 пункта там было. Контент. 5, да, это первый, да, еще до 4-х. Контент. Место. Место. Публика. Кто сказал, аудитория, да, публика. И к нам было комплименты, просьбы еще. А. Да. Первый, информация, это вот, контент. Это просто чуть-чуть по повторению, и идем дальше. Чем мы занимались на последнем... А, ну, кидалка, бой, кофе, все сдали. Чем мы занимались на последнем, кто помнит? 58. Последний раз. Что там было? Было, не, не, было не ОФП, было вот это, вот это было. Помните, да? Что там было? Отжиматься. Отжиматься, вариант хороший, да. Что еще было? Велико. Пил бухнуть или не пил бухнуть? Это было, ну да. Через пил бухнуть сначала. Пить или не пить, что? Через трогущий дышать. Да, дышать, типа, это было. Ну, это один из пяти там. Да? Что еще? То, что помню? Размять мышцы. Да, да, лицо важно размять мышцы, чтобы они расслабились. Что еще? То, что помню? Поорачься. Да, перенапрячься мышцы, да, там включить. Покричать. Да, да. Ну, или можно там без звука покричать, да. Сильно. 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 Тоже заряжает. Так. Первое, это был худший расклад. Физическая нагрузка. Внешне влияет на внутреннее состояние, включает адреналин и так далее. То, что на физические всякие моменты, да, челюсть, ну, подвигать челюсть, какие-то гримации построить. Размять лицо, чтобы оно не перенапрягалось потом. Шинель, помните? Ну, то есть, надо лицо как бы нападять, чтобы оно разбултыхалось, да. Тело разбултыхало. Это, в принципе, любые техники отстрельца, как бы, в любой ситуации. Это не касается конкретно ораторства. Это, в принципе, для любой напряженной для тебя ситуации. Все это туда относится так. Что еще дальше? Вот эти пять штук, это ашан дак, да. То, что вот это израильская система, которую вели в школах. Или дети там нормально вообще воспринимали все эти бомбардировки, не было панических атак. То есть, есть мысленный и стрессовый поток. Сначала остановил, потом что? Его... Сначала стоп, потом пережимаешь все мышцы, а ты не сможешь больше напрягаться, если ты все сжал до конца, да. Потом дыхание, дать такое, то, что Беня сказал, медленное. И тогда тоже это такая внутренняя волна пошла. Поменять мысли на что-то позитивненькое такое найти и дальше что-то делать. Это то, что было. Идти на страх, не бояться быть смешным. Вот это включить... Ну, то, что мне больше всего нравится, это мне больше всего нравится. Вот это последнее. И вот это еще одна из самых хороших вещей, о которых я не говорил. Это, что, в принципе, ну, как бы, когда готовишь сам текст, да. То есть, ты идешь вот это, я расскажу это, потом расскажу это. Потом будет вот это, потом такая идея, потом такая идея. Одна из самых хороших вещей это визуализировать то, что ты будешь делать. То есть, как ты вот это покажешь, да. Что ты будешь делать, где ты будешь стоять, с какой интонацией ты будешь это делать. Были такие исследования, я сейчас вспоминаю, что на три группы, по-моему, поделили людей играть в баскетбол. Одни просто не готовились и потом выпустили играть в баскетбол. Другие смотрели обучающие видео и визуализировали, как он бросает и как он играет в баскетбол. Третьи играли, собственно, в баскетбол. Ну, потом они что-то там играли в баскетбол. Понятно, что третьи выступали лучше всего, но вторые выступали, а третьи только с небольшим отставанием. То есть, когда ты прорисовал для себя как бы детально все движения, то есть, понятно, это не то же самое, что ввести непосредственно на практику, но если ты увидел очень четкую картинку, то это уже очень близко к практике. Ну, а те, кто не тренировались, вообще ничего не представляли, они были нулевыми. То есть, когда ты провизуализируешь то, что ты будешь делать, мозг, он записывает это раз, записывает два, записывает три. И потом, скорее всего, именно это ты нормально будешь делать, то, что вот ты себе прописал раз, два, три. Да, с этими баскетболистами, которые более-менее нормально играют. И последний, а, вот самый последний раз мы с вами уже начали про три страха. Да, помните? Что мешает больше всего выступления? Страх опозориться. Нет, это страх публики, сидят демоны такие. Что опозориться, то есть, это страх чего получается? Страх общественного мнения. Страх критики, да, проще сказать, критики. Второе? Публичная неудача. Можно сказать, да, неудача, да. То есть, это публичная неудача. Помните то, что мы, кстати, вот обсуждали, да, что в Талмуде, что тот, кто заставил личного своего публично побледнеть, он как будто его убил. Потому что, тоже объяснили, да, что у человека одна из самых ключевых потребностей это чувство собственной значимости и то, что я не ничтожество. Да, это как бы основное. То есть, что я достойный и не недостойный. Теперь, когда у человека кто-то его ошибает, это одно из самых тяжелых переживаний. Теперь это как убийство такое на духовном уровне человека. Это как история про Раби Лезера, как он с своим хируртом. Помнишь, он его поправил? Да, да. А тот так подумал, что он типа опозорился. Да. И он через парня выброс. А, это что-то есть такая история. Жесткая такая. Веня учится хорошо. Помнит, помнит историю. Веня помнит. Веня расскажет вам любую жесткую историю, даже любую жизненную ситуацию. Я буду, давай теперь вдвоем будем делать. Я буду рассказывать, как бы, информацию. А Веня по примерам будет. Хорошо. Еще раз вы сказали, критика, неудача и третье. Третье может быть, либо я уже выступал и это было, ну, мне было очень плохо. Кстати, у Пентасевича, это негативный прошлый опыт, либо отсутствие опыта. У Пентасевича, например, у него был страх публичных выступлений до тридцати лет. Ну, а как это происходит? Очень просто. И люди, у которых страх публичных выступлений, это всегда примерно одна схема. Где-то тебя поставили в садике на стульчик, дальше ты что-то там в беме не собрался. Люди такие смотрят на тюрьму.